доброе утро давайте начнем с нашу сегодняшнюю лекцию я вчера забыл выложить слайды я это сделал вот только что и принципе там слайды это лекции такие конспектного плана не очень много примеров но принципе весь материал более-менее изложен кратко и удобно как мы сегодня устроим лекцию значит я вначале немножко поговорю без слайдов потом мы рассмотрим один пример потом я надеюсь время у нас останется рассмотреть второй пример все было на примерах сегодня у нас лекция про коллекции программ возникает потребность хранить и оперировать какими-то последовательностями данных гомогенными последовательностями уже такие примеры видим как например и стадо рей статический массив или стадо вектор динамический массив но сегодня посмотрим что нам еще стандартная библиотека предлагает и какие соглашения там есть надо сказать что на мой взгляд вот эту часть стандартной библиотеки она одна из самых удачных действительно неплохо очень получилось неплохо было продумано причем продумано достаточно давно уже получается несколько десятков лет назад и до сих пор это схема работает хорошо стандартной библиотеки не все ее части одинаково удачная вот например часть связана с потоками ввода вывода на мой взгляд не самая удачная и чаще всего эту часть библиотеки используют для логирования на складочном чате и чего-то такого а вот используя для какого-то сложного форматированного ввода вывода можно конечно но немножко местами неуклюже для неформатированного ввода вывода и вовсе не супер удобно но сегодня мы будем говорить про хорошую часть библиотеки давайте посмотрим что там нам предлагают предлагают не очень много но этого хватает на все базовые случаи жизни но когда вам нужно что-то особенное вы можете написать свою коллекцию или свой контейнер если вы учтете некоторые правила по которым организованы стандартные контейнеры то ваш класс сможет участвовать точнее сможет быть использован или сможет пользоваться довольно значительной частью стандартной библиотеки это будет очень удобно можно условно разбить все эти классы на три большие группы это последовательности с чем мы в основном и сталкивались пока ассоциативные массивы или ассоциативные контейнеры другими словами упорядоченные последовательности и не упорядоченные ассоциативные контейнеры есть также еще адаптеры но это такой это не отдельные какие-то коллекции это просто некоторые настройки над другими причем там можно менять некоторых случаях то есть выбирать точнее на базе какой именно коллекции у вас будет работать контейнер адаптер и для всех этих коллекций характерно как минимум одна вещь есть идея последовательного обхода всех элементов то есть есть некоторая логическая последовательность которую можно пройти по шагам и обойти все элементы вашей коллекции понятно что с первой группы это очень понятно естественно потому что они просто представляют собой последовательность элементов вот с двумя другими группами это уже не так естественно просто упорядоченная коллекция их тоже понятно как обходить то есть с этой мультисет а вот уже полноценные ассоциативные массивы там у вас есть ключ значения и фактически обход осуществляется не одного из этих то есть не обход ключей или обход значения обход пар ключ значения но и с неупорядоченными ассоциативными массивами там есть какой-то логический порядок в котором вы обходите элементы но он непонятен со стороны то есть вам этот порядок определяется реализацией но глядя извне на конкретную коллекцию непонятно в ком порядке этот обход будет единственное что понятно что будет какой-то порядок и вот с этим тесно связано понятие итераторов то есть некоторые сущности которые указывают на элемент в этой логической последовательности в которой вы обходите элементы вашей коллекции реализация может быть разной но вдохновение тут авторы черпали естественно из арифметики указателей и во многом итераторы похожи на указатели только их арифметика работает в рамках вот этой логической последовательности а не физической области памяти как арифметика указателей также у всех этих коллекций естественно различаются временные затраты на те или иные операции а также затраты по расходу памяти и это надо учитывать однако сразу могу сказать что самый часто используемый класс этой части стандартной библиотеки это std-вектор и всегда когда вам нужна последовательность элементов стоит начинать с него если только вам сразу нужны какие-то операции которые в нем однозначно не эффективны и тогда можно сразу подумать про другие классы однако тут тоже можно иногда ошибиться и на практике окажется что правильно организованная работа со стандартной библиотеки окажется все-таки быстрее что можно про них сказать ну это понятно это просто статический массив памяти мы про него говорили никаких дополнительных расходов по сравнению с классическими массивами у него нет но у него зато есть этот сайс ну и вообще его можно передавать как отдельный объект что удобно это вектор это непрерывный массив в памяти и тут накладных расходов чуть больше однако это ничем не отличается от того если вы будете сами выделять массивы в памяти и дальше работать есть у вас такая задача то возьмите лучший стадо вектор он сделает многие вещи за вас вас будет меньше вероятность ошибки в скорости вы не потеряете но во первых что хорошо вас это вектор помимо прочих общих вещей это то что у него быстрый доступ к по индексу к элементам по индексу поскольку это непрерывный массив в памяти размеры элементов известно это просто нужно вычислить смещение до элемента и сразу к нему перейти в других коллекциях это не так ну если не считать sdray но его сложно считать полноценной коллекции поскольку он не позволяет менять свой размер что у вектора плохо вектора плохо удаление и ставка из середины это самое плохое также строго говоря в общем случае или в худшем случае изменение его размера это также длительная операция и сложность пропорционально размеру вашего вектора поскольку если для хранения всех элементов не хватает память память надо перевыделить и все старые элементы туда скопировать это естественно дорого вектор пытается это амортизировать и не освобождать лишнюю память когда вы оттуда удаляете элементы чтобы при потом добавлении новых элементов можно было память не перевыделять но и естественно в худшем случае это будет перевыделение памяти с копированием всех элементов дорого также в принципе вставка в любое место кроме как вставки в конец это тоже дорого даже если память не перевыделяется вам нужно сдвинуть то есть фактически скопировать все элементы которые идут после того места куда вы вставляете другой пример std-list это двусвязный список с чем вы наверное знакомы и тут все ну практически все противоположно вектору это не непрерывный массив в памяти то есть каждый элемент это отдельный кусочек памяти причем где он будет выделен мы не знаем если не напишем свой локатор то есть это такие вот кусочки в памяти которые связаны просто указателями соответственно переход к элементу по индексу это дорогая операция а вот удаление вставка из середины из конца из начала неважно откуда это дешевая операция одно время даже операция получения размера была дорогой но сейчас по моему даже есть требования что это должна быть недорогая операция то есть std-list будет просто хранить себе свой текущий размер я тут что-то не вижу чтобы это было сказано наверное будет сказано в описании конкретного метода да вот до c++11 сложность была линейная просто операция получения размера сейчас к счастью она уже константная std-list можно сразу сказать про std-forward-list который почти то же самое только односвязанный список и соответственно там можно вставлять элементы только после какого-то элемента а не до него то есть операций в два раза меньше чем у std-list сложности все те же самые но чуть-чуть экономит память поскольку понятно двусвязанный список на каждый элемент вы будете хранить два указателя если у вас элементы размером меньше чем указатель или равны то это сразу увеличение как минимум в три раза ford-list хранит каждый момент хранить только один указатель вот списки это самые редко используемые классы стандартной библиотеки однако новички их часто используют поскольку во всяких курсах computer science вы имеете постоянно дело со списками и когда видите список знакомый решайте его использовать так вот воздержитесь от этого соблазна используйте вектор если только вы железно не уверены что вам именно что вас будут доминировать именно вот операция вставки удаления середины скорее всего std-list окажется ну и forward-list окажется медленнее чем вектор и один из факторов здесь то что std-list очень недружестен к кэшу элемент каждый элемент хранится в отдельном кусочке памяти и вероятность того что несколько элементов попадут в одну строку кэша или в принципе одновременно попадут в кэш она очень мало то есть вы будете постоянно платить за доступы к память вектор же наоборот он сразу попадает в кэш ну и дальше уже насколько хорошо туда попадет зависит от его размера то есть какой в кэш какого уровня он попадет но в любом случае это гораздо выгоднее есть есть еще одна коллекция это дек и это нечто среднее между вектором и списком часто хочется вставлять не только в конец ну и в начало но при этом не хочется платить за список промежуточный вариант не каждый элемент хранить в отдельной области памяти хранить в отдельных областях памяти некоторые группы элементов то есть это как много векторов связанных в список соответственно манипуляция с каждым таким кусочком она более дешевая поскольку он более короткий более того его размер он насколько я помню задается в реализации то есть он не зависит от размера вашего множества вашей последовательности соответственно его условно там можно считать независимым от размера константно по сложности операции работать с ним понятно что они будут более дорогие чем операция списке но худший случай когда вам нужно скопировать например все элементы одного кусочка это существенно дешевле чем скопировать весь большой вектор иногда дек используют но опять же начинайте с вектора теперь более интересно другие другие группы это уже новая функциональность тут уже не просто речь про эффективность во первых отношение порядка который автоматически задается в упорядоченных множествах иногда вам нужна упорядоченная последовательность и тогда возможно вам подойдет какой-то из этих классов либо вам нужен ассоциативный массив это случае std map и std multimap ну разница между первыми двумя и вторыми двумя это то что set и map требует уникальность каждого ключа или элемента в случае множества multi их варианты не требуют то есть там может быть несколько одинаковых элементов или одинаковых ключей map имеет оператор доступа по индексу который принимает произвольный ключ это может быть строка или еще что-то какой-то сложный класс написав несколько дополнительных операций вы можете сделать очень много чего это мощная абстракция которой удобно пользоваться какой у нее есть недостаток это скорее всего бинарное дерево а значит у нее у этих классов та же проблема что и у std list они не очень дружественны к кэшу каждый элемент ну точнее как в каждом узле у вас максимум два ветвления при этом каждый узел находится в своей области памяти это может быть накладно ну зато операция вставки удаления не имеют логарифмическую сложность понятно как в обычном бинарном дереве не упорядоченные ассоциативные коллекции примерно все то же самое что и у ассоциативных но внутренняя реализация это хэш массив а это значит что многие операции условно константные имеют точнее имеют условно константную сложность доступ к элементу в бинарном дереве металлогарифмическую сложность здесь он условно константным понятно что вам нужно сначала вычислить хэш вашего элемента или ключа и это может быть затратным в зависимости от того что за элементы или ключи вы используете но это не зависит от размера всей вашей коллекции плюс накладываются еще особенности реализации это классическая реализация хэш массива то есть это не помню точно по правильный термин но в общем все элементы для которых хэш вычистос одинаковые они хранятся в списке у вас есть такой вот массив индексом который является значение хэша и в каждом элементе этого массива есть указатель на список всех элементов которые попали в эту корзинку это не самая эффективная реализация и одно из больших домашних заданий у вас будет сделать более эффективную реализацию но у кого-то из вас по схеме open addressing что еще плохо у хэш массивов операция вставки может оказаться внезапно очень дорогой почему то вам иногда когда у вас растет хэш массив надо делать рэхэширование это значит заново выделить память пересчитать все хэши заново разложить элементы в каком-то уже другом порядке чем он был изначально понятно это дорого поэтому если вам нужно гарантировать некоторую верхнюю границу задержки по работе с вашей коллекцией вам возможно придется использовать ассоциативные массивы которые не обладают такими недостатками если вы можете жить с тем что один процент операций внезапно кажется на порядок более дорогим чем не знаю на счет одного процента зависит конечно того как вы работаете с вашим хэш массив но короче говоря если вас устраивает что некоторое небольшое количество операций окажется на порядке более дорогим чем все остальные операции вы можете использовать хэш массив их часто используют особенно когда их размер редко мало меняется тогда они работают хорошо это то что нам представляется на библиотека на адаптеры вы можете посмотреть сами они очень простые позволяют некоторые из них использовать разные варианты не слежащих коллекции на котором нам базе которые они работают и иногда они удобны теперь давайте все таки придем к практике к некоторой и посмотрим использование некоторых из этих классов на примере есть и есть есть и и и в качестве такого примера давайте напишем аналог утилиты sort пользователи linux наверняка с ней сталкивались пользователи mac osi тоже могли с ней сталкиваться если залезали в терминал ну насчет windows я не знаю утилита сортирует строки на вход она принимает стандартный вот или файл из из файла точнее набор строк и на их сортирует лексикографически и мы сделаем такую сортировку с двумя опциями первая опция это сортировать в обратном порядке а вторая опция это сортировать выдавая только уникальный элемент то есть если несколько если наши последовательности есть несколько одинаковых элементов после сортировки они будут располагаться друг за другом вот с этой опцией у нас останется на выходе только один элемент из каждой такой группы собственно простая достаточно задача небольшая заготовка у нас уже есть я не буду писать разбор аргументов командной строки здесь в принципе все достаточно просто у нас есть два аргумента которые мы ищем плюс имя файла если имя файла не задано мы читаем из стандартного ввода с файлы потоками ввода вывода мы пока не сталкивались но они имеют тот же абстрактный интерфейс что и другие потоки ввода вывода и мы это используем в том плане что у нас есть только одна функция которая делает всю нашу работу она принимает либо файловый поток либо стандартный поток ввода и работает с ними абсолютно одинаково как бы тут еще ладно в этого я не буду уже углубляться это не шаблонная функция она пользуется динамическим полиморфизмом про который мы будем говорить когда дойдем до оп ее первый аргумент это абстрактный интерфейс потока ввода ну и два других аргументов это просто флаги наших опций что мы делаем здесь нас есть какой-то класс который нам предстоит написать который представляет собой набор всех строк то есть мы будем все читать в память чтобы потом разом это отсортировать и мы это делаем с помощью библиотечной функции get line она просто читает очередную строку из потока ввода мы соответственно построчно его считаем добавим в нашу коллекцию отсортируем возможно попросим уникальность и выведем на выход все возможно в обратном порядке вывод здесь мы используем итераторы причем достаточно специальный итератор который нам позволяет что-то выводить в поток вывода про итераторы мы еще поговорим сегодня чуть более подробно но за счет от такого итератора мы можем наш вывод оформить как копирование у нас есть функция реализации копирования элементов из одного диапазона в другой стандарт библиотеки она работает с итераторами мы подаем интервал заданный двумя итераторами из нашей коллекции строк и она его копирует в новый диапазон задаваемый итератором который на самом деле будет ничего никуда не копировать а выводить все в поток вывода и нас есть понятия обратных итераторов которые работают с инвертированной логической последовательностью элементов вашей коллекции то есть обходит с конца в начало с последнего до первого как будто бы мы вот так инвертировали нашу логическую последовательность соответственно нам здесь ничего не надо перемещать все наши строки находятся в том же порядке мы просто обходим с конца в начало это удобно и в этом положительная сторона вот эта часть стандарт библиотеки про итераторы они действительно позволяют нам сделать многие вещи достаточно описать достаточно обобщенно и они имеют хорошее свойство в композабилити то есть это как раз случай когда у нас библиотека представлена в виде таких вот кусочков которые можно комбинировать друг с другом в получая совершенно разные вещи из этого это очень хорошее свойство но нам нужно написать нашу коллекцию строк давайте так и сделаем поскольку я попробую несколько коллекций я определил lines как псевдоним чтобы просто не стирать много кода реверс мы используем как раз при печати вот видите здесь мы в функцию печати передаем параметр реверс и зависимости от него у нас печать в том или ином порядке итак как я говорил начинать стоит с вектора у нас будут строки что нам нужно так давайте посмотрим первое нам нужен метод строка потенциально тяжелый объект поэтому мы продаем ее по ссылке этом по константности сколько мы не будем ее модифицировать в этом методе мы будем ее просто копировать у вектора есть метод pushback который добавляет новый элемент в конец за что тут придется заплатить в худшем случае нам придется перевыделить память если у нас выделенная память под наши элементы кончилась мы заплатим выделением памяти затем копированием всех исходных элементов если же память у нас есть причем std вектор скорее всего будет пытаться более умно выделять память и будет каждый раз выделять не ровно столько сколько нужно а больше например каждый раз увеличивать исходный размер в два раза или в полтора раза но это уже подробность реализации но можно ожидать что вы заплатите за вот это переведение памяти копирование всех элементов только на одну вставку из нескольких что конечно хорошо вставкой все что нам нужно дальше сделать нам нужен метод сортировки здесь мы воспользуемся функция стандартной библиотеки это функция как и многие другие в основном они находятся в сглочном файле алгоритм они работают с итераторами то есть вы задаете некоторый интервал через пару итераторов и функция что-то с этим интервалом делает в данном случае его сортирует это сортировка по месту то есть она будет обменивать местами разные элементы чтобы дать вам отсортированный порядок какой то будет порядок по умолчанию она использует оператор меньше для сравнения элементов и сортировка это по возрастанию соответственно оператор меньше он есть для всех базовых типов он перегружен стандартной библиотеки для класса std string и там как раз та самая реализация которой нам нужна лексикографическое сравнение соответственно мы автоматически получим нужную сортировку это удобно что хорошо в этом подходе с итераторами и интервалами мы могли бы задать более узкий интервал то есть если бы мы хотели пересортировать не весь наш вектор например а только часть его мы могли бы это сделать с той же самой функцией практически ничего не меняя кроме нескольких манипуляций чтобы сузить этот интервал это очень хорошо ну пойдем дальше еще нам нужен метод unique и у нас опять есть похожая функция в стандартной библиотеке которая так и называется unique но интересная особенность она также работает с каким-то интервалом однако здесь же мы должны модифицировать наш интервал как это делается то есть мы какие-то элементы должны удалить точнее не мы а вот эта вот функция unique правильно при этом мы дали только два итератора условно говоря два каких-то абстрактных указателя на наши элементы в нашей последовательности здесь нет механизма удаления из коллекции поэтому что делает эта функция и все на нее похожи на лишние элементы перемещает в конец вот этого интервала то есть наш интервал сужается понятно в конце него появляется свободное место вот туда и перемещаются возможно перемещаются удаленные элементы возможно они никуда не перемещаются то есть вам никто не гарантирует что все удаленные элементы будут именно в конце возможно какие-то элементы будут просто перезаписаны в конце будет то что было изначально вам только гарантируется что вот ваш суженный интервал будет содержать то что вы попросили как вам определить его границы начальная его граница она не изменится это будет тот итератор который вы передали в качестве первого аргумента вам нужно каким-то образом из этой функции получить ваш новый конец вашего интервала и она эта функция его просто возвращает она возвращает значение итератора который указывает который ограничивает ваш интервал что с этим можно сделать у стд-вектор есть метод и рейс который удаляет элементы и он тоже работает с итераторами это метод уже самого класса то есть он может что-то в себе внутри поменять чем мы воспользуемся вот так мы могли бы вместо unique использовать что-то другое например нам хотелось разделить нашу последовательность на две части по какому-то признаку структура была та же самая может быть мы хотели удалить элементы по какому-то признаку опять же все было бы то же самое мы бы только unique заменили на другую функцию и добавили возможно вот нашу логику проверки нужно удалять элемент или нет виде например лямбда или как-то другом это вот от этого подхода когда вы всегда работаете с итераторами естественно можете делать очень разные вещи с ними ну и как я уже говорил разные кусочки библиотеки они очень хорошо комбинируются друг с другом но вернемся к нашему примеру чего нам еще не хватает все методы мы вроде бы реализовали но вот здесь мы используем итераторы нашей коллекции строк а мы их еще не сделали любая коллекция совместимая со стандартными должна предоставлять доступ к своему логическому интервалу для этого нужны нам два метода begin и end которые должны возвращать итераторы этой коллекции но никто не говорит что это должны быть за класса единственное что нужно это чтобы у нас у нашего класса коллекции был член тип в данном случае конст итератор ну обычно есть итератор и конст итератор для соответственно модифицирующего доступа по интервалам и для не модифицирующего нас здесь интересует только вывод на печать поэтому нас здесь интересует только конст итератор что это будет за тип никому никому не важно единственное что он должен удовлетворять определенным требованиям более подробно про требования к итераторам у меня есть на слайдах и там все достаточно неплохо изложено но мы сегодня немножко к этому еще вернемся другом примере здесь у нас наш от класс вектор это просто тонкая обертка вокруг std вектор так давайте используем итераторы от std вектор тогда реализация этих двух методов становится тривиальной и все будет удовлетворять требованиям от того как мы используем на нашу коллекцию здесь у нас было копирование куда мы передаем два итератор эти итераторы мы теперь выдаем из нашей коллекции больше здесь ничего не требуется вся реализация итераторов уже сделано в std вектор великолепно что еще нам не хватает вот здесь есть обращение к еще одному члену типа типу value type чтобы вот этот итератор выводов поток он знал с элементами какого типа он будет иметь дело давайте так и сделаем какой именно конст итератор мы возвращаем мы здесь объявили псевдоним псевдоним типа мы можем использовать везде где нам нужен нужно иметь типа естественно здесь мы используем этот псевдоним и больше вот эту всю полную форму нам не нужно писать мы можем просто использовать псевдоним более того псевдоним типа является полноценным членом класса и нам извне когда мы вот запрашиваем член тип у класс нас не интересует это псевдоним или же тип определенный в заправду в классе языка разницы никакой нет так что до конст итератор это просто псевдоним вот и по-моему мы сделали все что надо но что-то пошло не так я похоже не включил заголовочный файл совершенно верно вот теперь все хорошо тут у меня есть тестовые данные вот например пустой файл наш утилита должна сортировать пустой файл конечно должна сортируют должна корректно работать с разными флагами отлично чуть более интересным отлично чуть более интересный файл вот такой сортирует так стоп этой я уже называю системной утилита но наши утилита работает точно так же также но не совсем внимательные зрители могут заметить небольшую разницу а с чем же она связана связана с локалями и поддержками разных языков вот теперь поведение совпадает когда мы установили в текущем терминале локаль си то есть без учета каких-то особенностей человеческих языков только аске 7-битной и только самое простое сравнение то есть символы сравниваются как числа большие букв как вы помните в аске идут раньше маленьких поэтому они считаются меньше маленьких теперь все сортируется одинаково ну что похоже на правду хорошо у нас получилась очень простая реализация но интересно сравнить ее с со стандартной утилиты сорт по производительности насколько быстро наша реализация а как мы это сделаем у меня есть большой файл 172 мегабайта это текстовый файл ну и там строчки сгенерированы случайным образом может быть не очень показательный пример поскольку в реальных случаях у вас естественно будут не случайные строчки не вот такие не такая мешанина каких-то символов что-то более осмысленно но дать просто посмотрим чтобы просто сравнить две утилита и 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 Но пока работает наша реализация, давайте посмотрим на результаты стандартной утилиты. Мы здесь видим интересную картину. Real – это время, которое проходит на ваших часах, на человеческих часах. А юзер и сис – они в сумме дают время компьютерное, которое выражается в количестве тактов процессора. Обратите внимание, что компьютерное время в сумме более чем в три раза больше, чем человеческое время. Почему так? У кого-нибудь есть идея? Да, совершенно верно. Похоже, что стандартная утилита SORT жульничает и работает в несколько потоков. Здесь, на этой машине, по-моему, 48 ядер или как-то так. Поэтому она может хорошо распараллелиться. Вот. Получилось не совсем честное сравнение. Но даже если сравнивать суммарное время, все равно 7 секунд или же 20 секунд. Разница существенная. Что мы можем попробовать? Можем попробовать поменять нашу коллекцию. Мы использовали std-вектор. Может быть, другая будет работать быстрее. Как вы помните, я надеюсь, у нас есть как раз упорядоченные коллекции. То есть мы будем вставлять туда и автоматически получать отсортированную последовательность. Может быть, и это нам поможет. Давайте попробуем. Нам здесь подходит класс std-set. Точнее, не совсем так. Нам здесь подходит класс std-multi-set, когда нам не задан флаг unique. А когда задан флаг unique, нам нужен set. И тут получаются некоторые неудобства. Чтобы одновременно удовлетворить обоим требованиям, то есть чтобы мы могли в зависимости от ключей на старте выбирать то или иное, нам понадобится сделать больше работы. Нам придется сделать какой-то абстрактный интерфейс, воспользоваться динамическим полиморфизмом, поскольку на этапе компиляции мы не знаем, какой режим нам нужен. Я сейчас это делать не буду. Мы просто попытаемся побороться за скорость. Попытаемся побороться без ключа unique. Соответственно, нам нужен multiset. Он, по-моему, в том же заглоочном файле определен. Вот так он называется. Идея. Можно, наверное, сперва считать все в вектор, а потом переложить в set или multiset. Посмотрим. В принципе, у нас вставка в вектор, она не всегда дешевая. Вставка в бинарное дерево у нас всегда логарифмическая. Посмотрим, как на практике они себя поведут. Может быть, нам бинарное дерево в принципе окажется дешевле. У ассоциативных коллекций есть метод insert. Поскольку мы не знаем, куда вставится элемент, мы можем, конечно, сделать намек. Если мы точно знаем, что он должен вставиться перед каким-то другим элементом, у нас есть итератор на этот элемент, мы можем передать так называемый hint. Но мы этого здесь делать не будем. Это вам нужно, когда вы как раз какие-то отсортированные последовательности вставляете, например, в set. Что нам нужно еще? Сорт. У нас уже все отсортировано. Нам ничего не надо делать. Unique мы не реализуем. Что там у нас осталось? ValueType. Это по-прежнему string. Const итератор это по-прежнему псевдоним на итератор из нашей реализации. Ну и дальше мы можем скопировать из вектора. И вот тут, конечно, гомогенность интерфейсов очень помогает. Во многих случаях вы можете заменить одну коллекцию на другую в своей программе. И вам не придется менять места использования этой коллекции, поскольку их интерфейсы очень похожи. Причем эта похожесть достигается без какого-то динамического полиморфизма. Просто за счет того, что у них одинаковые члены этих классов. Это здорово. Ну, естественно, не все интерфейсы совместимы между собой. Например, полный интерфейс stdset, он не очень совместим с полным интерфейсом stdvector. У них разные операции. Но пока вы используете одинаковые операции, у вас интерфейсы совпадают. Вы можете их заменять друг на друга. Это хорошо. Но как здесь в случае с итераторами. Отлично. Вроде мы реализовали наш метод set. Теперь просто заменим псевдоним. Что-то я слегка напутал. Ну да, конечно же, не value, а value type. Отлично. Ну, давайте сделаем небольшой sanity check. Да, он по-прежнему сортирует как-то так, только unique уже не работает. Хорошо. Снова запустим на всякий случай сорт. А то мало ли у нас на этом сервере может происходить что-то еще. Но нет, результаты примерно те же самые. Когда вы что-то меряете, меряйте много раз. Потому что в многозадачных операционных системах есть очень много факторов, которые могут повлиять на скорость работы вашей программы. Если вы померяете один раз, может оказаться, что вы померяли что-то не то. Но здесь я, как вы можете заметили, запускаю три раза операцию и меряю суммарное время. Это позволяет сгладить какие-то случайные выбросы немного. Ну, конечно, в идеале надо было мерить, например, пять раз и брать медиану. Но здесь я так не буду делать. Но мы по-прежнему медленно работаем. И интересный результат. Мы стали еще медленнее, чем std-vector. Ну, я-то этот результат ожидал. И это еще одно соображение в копилку. Используйте std-vector. Вставить элементы в std-vector, а потом отсортировать их. В большинстве случаев окажется быстрее, чем вставить их в std-set. Тут, естественно, много факторов. И то, что std-vector довольно умный и все-таки амортизирует вот эту проблему изменения его размера. И то, что он гораздо более дружествен к кэшу. Но, в общем, да, std-set нам совершенно не помог. Что мы могли бы придумать еще? А вот, кстати. А что, если нас интересует именно Unix-сортировка? Может быть, тут мы выиграем с помощью просто set. Назовем это multiset. Делаем вариант именно для Unix. Сделаем всего несколько модификаций. Опять же, стандартная коллекция достаточно продуманная. И их интерфейсы очень совместимы между собой. Очень хорошо. Теперь у нас всегда будет Unix-сортировка. Опять же. Доверяй, но проверяй. Действительно, она стала Unix. Ну, естественно, сравнивать надо тоже с Unix-сортировкой. Иначе это будет нечестно. И, как видите, стал существенно быстрее. Кстати, давайте. Мы, по-моему, не мерили ведь Unix-сортировку с вектором. Давайте померяем. Итак, тут у нас получилось что-то порядка 8 секунд. А тут, похоже, будет дольше. То есть, наконец, мы обогнали наш вектор с помощью std-set. Ну да, время фактически то же самое, что и было. Это, в принципе, логично. Сортировка – это одна операция, которая требует обхода всей последовательности. Ну, и у нее там логарифмическая сложность, скорее всего. Unix – это еще один обход всей последовательности. И у него уже линейная сложность. Тут std-set уже начинает выигрывать тем, что он не требует ни одной из этих операций отдельно, а он часть платы размазывает по вставкам всех элементов. Ну и оказывается, что если нам нужно и отсортировать, и убрать повторяющиеся элементы, std-set все-таки наконец выиграл. Хорошо, будем это иметь в виду. Но можем ли мы сделать лучше? Тут нам уже надо будет подумать. За счет чего у нас тут есть проблемы? У нас, конечно, есть несколько проблем. С одной стороны, мы читаем каждую строку, потом ее копируем в нашу коллекцию. То есть мы сначала строку копируем из ввода в локальную переменную, потом копируем в коллекцию. Можно ли как-то с этим побороться? Простыми способами нет. Нам нужно как-то придумать, как нам вставлять нашу строку прямо в коллекцию по месту. Причем вот эта функция getLine, она работает именно с типом std-string, которая является независимым объектом и сама в себе хранит строку. То есть здесь нам простого пути нет, к сожалению. Ну, который разумно показывать в рамках примера на лекции. Но что мы делаем дальше? Мы сортируем. Как мы видели, в принципе, сортировка достаточно быстрая. Unique, ну, тут тоже ничего особо не сделаешь. Печать. Там, по идее, тоже все достаточно просто. Мы просто обходим нашу коллекцию, печатаем все. Остается один момент, на который мы можем повлиять малой кровью. Как мы храним эти строки? Что такое std-string? Это нечто похожее на std-вектор, только для элементов типа char. То есть мы на самом деле храним не строки, как последовательность символов, а строки, как динамические массивы символов. То есть каждая строка где-то в памяти выделяет в себе кусочек памяти, хранит там строку, а в нашем массиве мы храним только фактически указатели на них. А это может быть плохо. Для строк также есть во многих реализациях такая оптимизация, которая называется short-string optimization. А именно, короткие строки невыгодно вот так вот динамически размещать в памяти. Поэтому класс std-string может в некоторых реализациях хранить в себе статически небольшой массив, может быть, на 20 символов или на 16 символов. И только если нужно сохранить строку большего размера, она динамически выделяет память. Но нам это здесь мало повлияет. На что мы можем повлиять? Как мы будем хранить в себе эти строки? Опять же, чтобы быть более дружественными к кэшу, нам хотелось бы их хранить в непрерывной области памяти. Можем ли мы это сделать? В принципе, можем. Немножко работы у нас будет больше, но мы можем так сделать. Что он будет делать? У нас будет вектор, не строк, а string view. String view это такое окошко в область памяти. Она внутри себя хранит указатель и размер. При этом память мы должны выделить самостоятельно. То есть она не управляет временем жизни, она не выделяет динамической памяти. Значит, эта память может быть выделена где угодно. Отлично. Давайте выделим ее большим непрерывным куском. Вот так. Что у нас дальше поменяется? У нас станет немножко более сложная операция вставки. Нам нужно сначала вставить строчку в наше хранилище. Продолжение следует. скопировать содержимое наших строк копировать нам нужно ну понятно начиная с указателя на первый новый символ который у нас будет располагаться там где раньше был размер ну в смысле его индекс будет равен старому размеру строка нам дает доступ к своему представлению как к массиву в памяти что хорошо а теперь нам нужно поместить наш массив окошек новое окошко на нашу строку что здесь происходит понятно мы меняем размер нашего массива символов потом мы делаем копирование это уже копирование блока памяти есть мем копии мем мув вы можете посмотреть в документации чем они различаются нам здесь пока важно просто что это копирование блока в память одно блока памяти в другой дальше мы создаем новый элемент нашего массива м lines который будет указывать по нужному адресу и знать свой размер отлично мы даже немножко сэкономим мы не будем хранить завершающие нулевые символы в этих строчках то есть у нас будут не си строки нечто другое поэтому очень важно что string view всегда знает свой размер что они обязательно указывает на строку на нуль терминированную строку а вот что здесь em place back почему не push back для многих методов вставки элементов коллекции типа insert pushback push front и так далее есть их парные методы em place back em place front em place что они делают например метод pushback он вставляет новый элемент в например вектор потом копирует переданный объект в этот элемент то есть это две операции em place back он выделяет память под новый элемент потом конструирует там по месту новый элемент из тех параметров которые вы передали методу em place back то есть этими параметрами будет вызван конструктор нового элемента и будет только одна операция вместо создания плюс копирования будет сразу создание это в ряде случаев может вам сэкономить что еще здесь нужно сделать в принципе больше ничего у нас не поменяется кроме конечно же вот вылитой мы можем кстати ну да у нас можно было бы сделать немножко более удобно делать сразу такой псевдоним здесь всегда обращаться к нему потому что стандартной коллекции тоже имеет член тип value type вот так вот хорошо здесь не очень хорошо что-то у нас пошло немножко не так так вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На первый взгляд... Все должно быть правильным... Я забыл один нюанс... Если кто-то, кто уже понял, в чем ошибка... Она у нас... Точнее как... Вот... В этой строчке... И вот... В этой строчке... В этой строчке... Продолжение следует... Ну... Мы используем... Вектор... Для этой области памяти... Да... Совершенно верно... При ресайзе... У нас память может вообще быть перевыделена... Для нашего вектора... Чаров... У нас все сломается... Так делать нельзя... А что мы можем здесь сделать? Это будет... Небольшое... Небольшое отклонение от нашего исходного интерфейса... Но... Если нам на вход подается файл... Мы можем посчитать его размер... Достаточно эффективно... Как мы это сделаем? Как мы это сделаем? Ну ладно... Назовем это уж... Интоп... Мы можем переместиться в его конец... Спросить... Какой это байт... Таким образом... Узнаем размер файла... Это работает только с файлами... Это не сработает со стандартным вводом... Поскольку там... Размер его заранее неизвестен... Ну... Хорошо... Давайте немножко... Расширим наш интерфейс... Так... Хорошо... Продолжение следует... В принципе, мы можем даже сделать не так. У нас есть замечательный метод Reserve. Он резервирует память в векторе. При этом логический размер вектора не меняется. То есть у нас как было там ноль элементов, так и осталось. Но все дальнейшие Resize, пока они не вышли за размеры выделенного заранее, они не будут вызывать перевыделение памяти. У нас все будет хорошо. Они будут вызывать только изменение логического размера нашего вектора. Что нам и требуется. Как небольшой бонус мы можем такую же штуку сделать... Давайте, чтобы было интереснее, сначала так не будем делать. Теперь уже больше похоже на правду. Ура! Вот почему всегда надо делать такие sanity-чеки. Одно неверное движение, и программа работает неверно. А если мы сразу начали мерить производительность, мы бы получили совершенно неправильный цифр. Хорошо. Да, стену утилиту я всегда заново меряю, на всякий случай. Чтобы учесть внешние факторы. И смотрите. Ну, это, конечно, не совсем в два раза, но близко к тому, что мы ускорились в два раза. Это хороший результат. Что еще можно сделать? Когда вы работаете с вектором, вот этот метод reserve – это ваш друг. Если вы имеете хоть какой-то намек на то, сколько у вас будет элементов, сделайте reserve. Мы можем его сделать для наших элементов stringU. Мы, конечно, не знаем, сколько их будет, но, предположим, их будет условно в 100 раз меньше, чем размер в байтах нашего ввода. Ну, то есть, если у нас в среднем строчке 107 в длину, то так и будет. Итак, у нас было 13 где-то секунд. Ну, столько же осталось. Ладно, здесь мы ничего особо не выиграли. Именно потому, что у нас, в принципе, вектор в реализации нашей, скорее всего, использует вот такую политику, что он каждый раз, когда надо перевыделить память, он берет запасы. Например, в полтора раза больше, чем было. Даже если мы запросили только один новый элемент. Поэтому вот здесь это достаточно сильно компенсируется. Ну, можно, конечно, вообще вот так выделять. Ну, не, наверное, это нам даже может повредить. Если у нас слишком много выделим памяти, она нам может помешать других. В случае, в принципе, наверное, оценка в 100 символов, она, может быть, примерно верна. Я уже не помню, что у меня тут за тестовые данные. Ну, да, тут стало даже чуточку хуже. Но, когда вы вставляете элементы, резерв вам, скорее всего, не помешает, если у вас разумная оценка, конечно, количество элементов. Но он вам может сильно сэкономить. Иногда. Поэтому стоит его использовать там, где вы знаете оценку. Хорошо. Почему вот при первой моей реализации VectorView, когда мы не делаем этот резерв, у нас получились неверные результаты? В этом вопрос. Смотрите. StringView – это фактически указатель на область памяти. Мы указываем на область памяти, которая выделена под вектор символов. Соответственно, мы выделили там какую-то память, положили туда какие-то строчки, создали массив StringView, они указывают на эту область памяти. А потом мы добавили еще одну строчку. И у нас вот эта вот память, выделенная под вектор mData, кончилась. И ему надо выделить память заново. Он берет, выделяет новый кусок памяти достаточного размера, копирует туда старые элементы свои, и старую память освобождает. Но наши элементы StringView, которые мы добавили до этого момента, они указывают на старую область памяти. Им никто не сказал, что им надо поменять указатель на новую область памяти. Да и вообще это сделать невозможно. То есть надо было бы заново создавать весь этот вектор StringView фактически. И нам не получилось бы просто так использовать два из этих вектора. Нам бы пришлось писать свою более сложную реализацию. Поэтому у нас была ошибка. У нас фактически память, наверное, несколько раз перевыделялась под mData, и часть наших строчек начинали указывать в уже освобожденную память. То есть там было что-то странное, возможно. Возможно, эта память была перезатерта, например. Короче, у нас все начинало работать не так, как надо. Собственно, в этом была и проблема. То есть если вы делаете такую хитрость и разделяете хранение данных в памяти и элементы, которые указывают на эти элементы, вам нужно всегда про это помнить. вот, кстати, я ведь собирал-то, я надеюсь, с оптимизациями. Нет, наверное, все-таки с оптимизациями. Или нет. Это будет забавно. Так. Что-то я нигде тут не вижу. Интересный поворот. Ну, я думаю. Ну, нет. оказывается я этого все демонстрировал забыв включить оптимизации при сборке естественно у нас результаты были не совсем верные но я уж не буду все пересобирать перепоказывать все случаи но хотя это будет довольно быстро если мы возьмем например вектор вектор view и multiset давайте быстро так сделать чтобы уж не осталось никаких вопросов так кстати нам нужно сделать и вот эти самые конструкторы с указанием размера тут можно использовать такую же логику здесь никакого резерва у нас нет для сета мультисета к сожалению и так мы получили где-то 6 секунд что уже очень близко к стандартной утилите кстати говоря если мы просто вектор будем использовать получим больше времени и multiset по-прежнему самый долгий хотя времена уже более такие хорошие но все равно вставка в бинарное дерево оказывается медленнее чем вставка вектор и затем его сортировка смотрите нас здесь стандартная утилита чуть меньше 6 секунд мы получили нашей самой оптимизированной ну multiset с unique нет это не очень показательно вы имели может быть set с unique смотрите мы вообще фактически даже обогнали стандартную реализацию что то здесь пошло не так потому что стандартная реализация я думаю все таки более эффективная чем моя наивная мы тут не побороли очень важную вещь а именно чтение и этих строк то есть нас равно есть копирование каждой строки по-прежнему так что я думаю что в общем случае конечно моя реализация медленнее должна быть сеться с unique я быстро это сделаем нам нужно еще один конструктор так не так итак системный утилита с unique и наша реализация на базе set которая всегда будет работать как unique неплохо ну и понятно что мы уже видели что вектор будет медленнее за счет того что там будет все-таки unique это еще одна операция и когда нам нужен unique да с это оказался самым быстрым но еще раз в общем случае используйте вектор даже если вам нужна сортированная последовательность но если она вам нужна после того как вы ставите туда все элементы вектор плюс сортировка оказывается выгоднее чем например мульти-сет ну или std-сет если вам нужно отдельно за уникальность бороться в случае с вектором тоже есть вот данные изначально уникальные без повторений а также стандартные классы коллекции это хорошо у них хороший гомогенный интерфейс многие из них можно менять друг на друга почти без справок вашего кода про итераторы мы поговорим после перерыва давайте прервемся на давайте сегодня прервемся на 15 минут у меня сейчас 13 18 а мы соответственно встретимся в 13 33 и продолжим наше общение давайте продолжим и поговорим про итераторы нужно вспомнить про арифметику указателей потому что итераторы моделировались похожими на указатели только более абстрактными то есть если у нас есть массив в памяти есть указатель на элементы этого массива то мы можем применять арифметику указателей над этими указателями чтобы переходить одно элемента к другому и у нас есть специальный случай что нам легально указывать на элемент за последним если только мы не будем его разыменовывать этот указатель итераторы очень на это похожи только у нас последовательность не массив в памяти а некоторая логическая последовательность в некоторых случаях это может быть непрерывный массив в памяти как в случае с std-вектор в некоторых случаях это не будет непрерывной областью памяти как например std-list или std-set всегда есть некоторая логическая последовательность и итераторы ее обходят, как по указателям вы можете обойти массив памяти. И к ним применяется арифметика, похожая на арифметику к указателям. Только все, что мы говорили про соответствие массива памяти, теперь будет соответствовать логической последовательности. Есть ряд категорий итераторов. Каждая последующая категория может включать требования к предыдущим категориям. Один вариант такого итератора мы видели уже сегодня для нашего вывода из утилиты Sort. AllStream итератор – это специальный случай итератора вывода, который, когда в него записывают новый элемент, он его печатает в поток вывода, в котором он был создан. Плюс есть у него еще второй параметр – это строка-разделитель. То есть, как только туда записывают какой-то элемент и переходят к следующему, он еще записывает в поток вывода эту строку-разделитель. Подробнее у меня есть на слайдах, там, в принципе, все эти категории расписаны. Что нужно помнить, когда вы хотите сделать свой итератор? Вам нужно, чтобы класс вашего итератора поддерживал, точнее, имел в себе вот эти пять членов типов. Ну и самыми тут интересными являются, конечно, value type и итератор категории, но также reference, поскольку, когда к вашему объекту итератора применяют оператор разыменовывания как указателю, предлагается, что он будет возвращать как раз вот этот тип reference. То есть, тип возвращаемого значения будет совпадать с reference. Самые популярные категории итераторов – это forward, bidirectional и random access. Forward – он самый простой. Он поддерживает инкремент. И разыменовывание. Плюс итераторы можно сравнивать. Это есть в самой первой категории. Равно – не равно. Соответственно, все операции прохода по некоторому интервалу можно реализовать через итератор. Если у вас итератор есть на начало и на конец, то вы можете, если это forward итератор, разыменовать текущее значение итератора на начало, получить первый элемент, сделать инкремент, получить второй элемент и так далее, пока ваш итератор не станет равным итератору на конец. Тогда вы уже не можете делать разыменование. Bidirectional можно еще двигать назад. Random access поддерживает полную аналогию арифметики указателей. То есть тут есть разные операции. Они все повторяют операции из арифметики указателей. Да, я, похоже, добавил ссылку на слайды, но не добавил сам файл, что ли, слайдов. Точно. Сейчас я его добавлю. И давайте это все посмотрим на примере. И в качестве такого примера я предлагаю сделать свой собственный итератор. Довольно частая операция, когда вы имеете дело с всякими индексами или же еще с какими-то аспектами баз данных, к примеру, но не только их. Это многопутевое слияние. Наверное, вы этот термин слышали из ваших других курсов. У вас есть несколько отсортированных последовательностей. Вам из них нужно получить одну общую. Причем, скорее всего, вам не хочется их все копировать в другое место, чтобы объединить. Вам хочется просто из этих сортированных последовательностей получать элементы друг за другом, как бы они шли в вашей общей, объединенной отсортированной последовательности. У нас для работы с последовательностями есть итераторы. Давайте сделаем адаптер итератора, который будет как раз делать многопутевое слияние. И сначала посмотрим на тесты, которые я для этого написал. Тоже у нас есть вспомогательная функция makeMershIterator. Она принимает произвольное количество объектов коллекций. То есть не итераторов, а коллекций. Это некоторое отступление от практик в стандартной библиотеке, где мы всегда работаем только с парами итераторов. Но я сделал так, чтобы было немножко менее громоздко. Потому что иначе бы нам пришлось передавать сюда в эту функцию набор пар итераторов. Но это, в принципе, тоже можно было бы сделать. Но для нашего примера я сделал именно вот так. Плюс в эту вспомогательную функцию мы указываем в качестве шалонного параметра тип элемента нашей итоговой последовательности. Просто чтобы немножко все это упростить, нам не нужно было думать про вывод типов. Она будет возвращать нам пару итераторов. И если у нас все последовательности пустые, то мы ожидаем, что эти итераторы будут равны друг к другу. Если у нас в одной из этих последовательностей есть один элемент, то мы ожидаем, что у нас на нашей итоговой последовательности тоже будет один элемент. Но только один. также у нас есть тест, когда у нас есть по одному элементу в каждой последовательности, которую мы сливаем таким образом. И у нас в итоговой последовательности будет три элемента. Здесь вы можете видеть функцию Distance, которая возвращает вам расстояние между двумя итераторами. При этом вы должны позаботиться о том, чтобы первый итератор был не больше второго. И для всех категорий итераторов, кроме Random Access, она будет иметь линейную сложность. Она будет просто инкрементировать первый итератор, пока не дойдет до второго. А для Random Access итераторов она это сделает более эффективно за константную сложность. Как бы вы это сделали для обычных указателей? Ну и так далее. Тут у нас есть тесты для разных последовательностей. И в итоге мы ожидаем, что у нас будет отсортирована последовательность элементов из всех последовательств на входе. Ну и дальше тут есть еще всякие тесты. Например, тест с другими типами. Вот так. Давайте напишем такой merge-итератор. Я уже реализовал вспомогательную функцию. она очень простая. Просто свои в ряде шаблонные параметры раскрывает. Так можно делать. То есть, например, вы хотите вызвать метод у каждого объекта, который вам задан как в рядик параметры шаблонные. Так можно делать. Троеточие вам раскроет эту вашу конструкцию. Может быть, в ноль элементов, может быть, в один или много. Осталось нам написать наш итератор. он у нас будет forward итератор, чтобы не усложнять процесс. в принципе, любая коллекция стандартной библиотеки дает вам как минимум forward итераторы. Возможно, bidirectional, возможно, random access. Например, у вектора random access итераторы, а у forward list только forward итераторы. нам нужно определить те самые 5 членов типов. У нас этот итератор будет шаблонным. если у вас нет каких-то особых соображений по difference type, то используйте ptr-diff-t. Difference type это тип, значение которого должна принимать разница двух итераторов. И наиболее это, конечно, актуально для random access итераторов, поскольку вычитать другие итераторы нельзя друг из друга. Однако, скорее всего, difference type будет возвращать как раз та самая функция distance. С помощью нашего итератора мы не будем позволять модифицировать элементы исходных коллекций, поскольку это все не очень понятная операция в данном случае, поэтому value type мы сделаем константным. Дальше у нас будет два производных типа, категория, категория, которую мы зададим как forward итератор. Вот так это делается. Если вы пишете свой итератор, у него должны быть эти пять членов типов обязательно. Если вы какие-то из них опустите, то возможно код, который использует итератор, будет работать, если ему какой-то из этих членов не нужен. Но в общем случае лучше их всегда все пять определять. Дальше как мы реализуем этот итератор? Ну не будем ничего усложнять. У нас есть произвольное количество последовательностей, по которым нам надо пройти. Давайте просто хранить итераторы этих последовательностей. Также для упрощения этого примера предположим, что мы работаем не с произвольными коллекциями, а только с векторами. Иначе у нас сильно добавилось бы шаблонов здесь. представим, что нам всегда дают итераторы одного типа. разумное возможное ограничение. Чтобы его устранить, надо сильно усложнить этот пример. и у нас нам нужно хранить пары этих итераторов, поскольку нам нужно знать не только начало каждой последовательности, но и ее конец. std pair находится в заголовочном файле utility. вектор естественно вектор вроде нам здесь больше ничего кроме них не надо. Что нам еще нужно? Нам нужно помнить какой у нас какая сейчас у нас последовательность. Поскольку мы можем переходить между последовательностями когда будем идти по их элементам. Начинать мы будем с нуля. С первой. Поскольку мы изначально про них ничего не знаем. Хорошо. Нам нужен конструктор нашего итератора. это будет список инициализации. оставим пока за скобками вопрос как же найти правильный первый элемент. Будем считать что начнем с первой последовательности. Какие операции нам нужны? Нам очевидно нужна операция разменовывания. просто берем текущую последовательность и разменовываем ее итератор. По мере смещения по последовательности мы будем сдвигать первый элемент этой пары, которая нам задает интервал каждой последовательности. Также обычно имеет смысл реализовать оператор стрелочком, поскольку он во многом является парным к оператору разменования. Поскольку с указателями вы можете если у вас указатель на сложный тип разменовать его и потом через точку обратиться к члену этого объекта, либо можете сразу обратиться через стрелочку, через указатель. И тут можно было бы это определить через наш оператор разменования, либо через оператор стрелочки нашего неслежащего класса вектор. Так, это не тут. Вот так вот. Операторы, как вы помните, возможно, можно вызывать вот так вот. перегруженные операторы, являющиеся членами класса. Хорошо, что нам еще надо? Нам нужен кремент и сравнение. в тех в Почему стрелочка возвращает указатель? Разыменование это у нас звездочка. То есть когда вы указатель разыменовываете с помощью звездочки, то вы получаете объект. А вот стрелочка, она вам из указателя дает доступ к члену объекта, на который он указывает. И для перегруженных операторов стрелочка есть соглашение, что они должны возвращать указатель, к которому потом уже вам неявно будет применен встроенный оператор стрелочка и будет получен нужный элемент. Но это связано с тем, что у оператора стрелочка есть, нельзя назвать двумя параметрами, но слева от него указатель, а справа от него имя члена. И с именами мы не можем работать как с сущностями первого класса, как иногда это называют. Мы не можем работать с именами в нашей программе. То есть они у нас есть, с ними работает компилятор, логика нашей программы с ними не может работать. Поэтому нельзя оператору стрелочка задать второй параметр. Поэтому все, что вы можете сделать, это вернуть указатель на объект, а уже компилятор сгенерирует код доступа к члену этого объекта. Так, и хорошей практикой является всегда делать постфиксный кремен тоже. И он, как вы помните, должен возвращать значение до инкремента. Теперь нам нужна операция сравнения. Опять же, в случае с операциями сравнения имеет смысл определять и оператор равно, и оператор не равно. Они обычно парные. И будет довольно странно, если ваш класс будет уметь сравниваться на равенство, но не уметь сравниваться на неравенство. Так, ну и в принципе можно сравнивать по-разному, конечно. Но поскольку мы инкрементируем всегда первый элемент пары каждого интервала, то нам подойдет просто сравнение всех интервалов. По большому счету нам главное понять, когда мы дойдем до конца. То есть, чтобы, когда мы дошли до конца, наш merge-итератор, объект его, сравнивался успешно с объектом merge-итератор, который указывает на конец. А как мы это здесь сделали? Мы создаем объект merge-итератор, передавая туда в качестве интервалов пары end-end. Соответственно, когда мы доинкрементируем любой другой объект merge-итератор, корректно созданный, конечно же, мы дойдем до этого состояния. И обычно разумно определять оператор неравенства через оператор равенства. Кто помнит, что изменится, если мы вынесем определение вот этого оператора за пределы определения класса? Что нам придется тогда немножко поменять? в определении этого оператора. Ну, предположим, мы его оставим friend. То есть нам надо будет в определении класса оставить friend и дальше прототип этого оператора. Ну, а, соответственно, определение этого оператора вне класса не будет иметь слово friend. Но мы не сможем уже использовать merge-итератор без шаблонных параметров. Как вы, может быть, помните еще, внутри определения шаблонного класса мы можем пользоваться его именем без указания шаблонных параметров. Тогда это имя будет соответствовать текущим шаблонным параметрам. А вот задавая определение этого оператора вне определения класса, нам придется его явно сделать шаблонным и указывать здесь в угловых скобочках параметр t. Зато мы там сможем сделать реализацию этого оператора, который может сравнивать merge-итераторы с разными шаблонными параметрами. Что, естественно, большого смысла не имеет, но в каком-то другом примере, возможно, было бы осмысленно. Ну, в данном случае вот так, как я сделал это проще всего. Мы почти у цели, но нам не хватает, собственно, поиска, какой же интервал среди всех наших интервалов является текущим. То есть нам же нужно отсортировать, правильно? Давайте сделаем вспомогательный, приватный метод, который будет как раз искать. Что нам надо сделать? Ну, во-первых, нам нужно с чего-то начать. Если нам merge-итератор создали с нулевым количеством интервалов, то все равно этот метод будет работать корректно. Давайте, кстати, его сразу же вставим везде, где он должен использоваться. где он еще должен использовать, кроме конструктора, конечно же, в инкременте. Если у нас merge-итератор создан только от одного интервала, наша работа закончена. У нас он всегда будет текущим. Если же нет, мы должны найти более подходящий интервал. А как мы должны это сделать? Вот мы берем какой-то очередной интервал. Он нас интересует только в том случае, если он еще не кончился. Если он кончился, мы его свободно пропускаем. Когда он кончится? Когда его первый итератор будет равен второму. То есть нас интересует только случай, когда они неравны. Отлично. Он у нас не пустой. Что нам дальше надо проверить? А может быть у нас наш текущий интервал пустой? Мы же это еще не проверяли. Тогда мы однозначно переходим, делаем текущим наш вот этот it-интервал. Тут все просто. Что мы должны дальше сравнить? Дальше мы уже должны значения сравнивать. То есть значения, на которые указывает первый итератор из текущего интервала, с значениями, на которые указывает первый итератор из it-го интервала. И в этом случае берем за текущий интервал. Итератор из текущего интервала. Вроде бы все. Здесь мы это сделали. Зачем здесь нужно слово type name? Вот здесь у нас есть тип шаблонный, который зависит от какого-то параметра. А мы у него запрашиваем член-тип. Компилятор языка C++, к сожалению, не может в этом случае догадаться, что мы здесь имеем в виду именно член-тип. А вдруг это, например, метод мы запрашиваем здесь. Метод с именем конст-итератор у этого типа, потому что этот тип еще компилятору неизвестен, поскольку нам неизвестен шаблонный параметр t. А как мы увидим, когда мы дойдем до шаблонов, мы можем делать специализации шаблонных классов, которые будут иметь полностью другое содержимое, нежели другие варианты того же шаблонного класса. То есть компилятор здесь ничего не знает про вот этот тип std-вектор t. Ему надо подсказать, что конст-итератор здесь – это именно имя типа. Для этого здесь нужно слово type name. Не очень удобно, но таковы правила нашего языка. Отлично. Все тесты у нас прошли. Но можем ли мы здесь что-нибудь улучшить? В принципе, можем. Если вы посмотрите на интерфейсы, например, стандартных коллекций типа std-set, std-map, то они тоже оперируют понятием возрастающего порядка. Но они позволяют нам задать сравнение. То есть по умолчанию они используют встроенный или перегруженный оператор меньше, как мы здесь использовали. Но они позволяют это переопределить. Да, в mintervals хранятся пары вида текущий итератор конец. Как можно это сделать? Я имею в виду, как нам дать возможность параметризовать нашу операцию сравнения. Обычно это делается, по-моему, вот так. То есть это еще один шаблонный параметр. Какой-то тип, объект которого можно вызывать как функцию, которая принимает два аргумента и возвращает true, если первый аргумент должен следовать раньше второго аргумента в нашей логической последовательности, в нашей упорядоченной логической последовательности. И вот по умолчанию этот параметр будет равен less than, который как раз это самое и реализует. А вот как нам его использовать? Мы можем сделать вот так. И тогда здесь у нас будет вот так. Отлично. Но какого размера будет это поле? MLS. Как вы думаете? Может ли оно быть нулевого размера? Мы же про это говорили. Нулевого размера оно быть не может. Почему? Потому что язык требует, что адреса всех полей были разные. А если поле нулевого размера, то его адрес будет совпадать с адресом следующего поля в нашем классе, что нельзя. Поэтому у него будет размер как минимум единица. Более того, это также следует из того факта, что у нас размер объекта класса не может быть меньше единицы. То есть в любом случае лес – это какой-то класс. Соответственно, его объект не может иметь размер меньше единицы. Но а ведь это нас не очень устраивает. Единицы – это, конечно, не очень много. Но вы же помните, что у нас будет паддинг там, возможно, и добавят с лишним незначащие байты. Короче говоря, размер нашего мерзши-итератора вырастет как минимум на единицу, а, возможно, больше, чем на единицу. Оправдано ли это? Этот объект не хранит в себе никаких данных вообще. Мы его используем только ради его метода. У него нет состояния. К сожалению, ну или, может быть, не к сожалению, но это стандартная практика передавать именно так сеть оператора сравнения или оператора вычисления хэша для, например, unordered ассоциативных массивов как шевелонный параметр, у которого будет нестатический метод. Понятно, что если бы у него был статический метод, то мы могли бы его вызывать без объекта. Но стандартная практика в стандартной библиотеке, что это должен быть нестатический метод. Можно ли как-то это обойти? И действительно можно. Стандарт говорит, что поля класса – это не полноценные объекты, это подобъекты. А также подобъектами являются родительские классы. Так вот, если стандарт нам запрещает иметь поле нулевой длины, он не запрещает нам иметь родителя нулевого размера. Ну, там чуть более сложные правила у нас. Если это вот такой однозначный родитель, который в иерархии наследования встречается только один раз, то подобъект, который ему соответствует, имеет право иметь нулевой размер. Это значит, что мы можем сделать вот так. И вот так. И у нас по-прежнему все хорошо. Вот это называется Empty Base Optimization. Более подробно про нее вы можете почитать на CP Reference. Там больше, конечно, правил. Но вот в таких случаях она работает. И мы не платим лишнего за то, что мы вот таким образом параметризуемся еще операцией сравнения. Конечно, если бы у нас здесь была не только операция сравнения, но еще, например, вычисление хэша, еще что-нибудь, у нас бы все стало немножко сложнее. Но, с другой стороны, у нас в языке CP Reference Plus есть множественное наследование. Мы могли бы множественно даже наследоваться. Кто может сказать, какое здесь будет наследование? Да, тут будет приватное наследование. Потому что мы использовали слово класс. Если бы использовали слово struct, то по умолчанию было бы публичное наследование. Вот это правило про нулевой размер родителя называется Empty Base Optimization. Когда у нас у родительского класса нет ни одного члена, то размер его под объекта в нашем объекте, нашего класса может быть равен нулю. Почему я здесь делал приватное наследование? Потому что мы не хотим давать нашим пользователям, нашего класса, идею того, что merge-итератор это подвид вот этого типа, лес, про который мы вообще тут ничего не знаем. Публичное наследование, оно за собой тянет вот это вот понятие из ООП. Как оно там называется? Из А или Kind Of. Я уж не помню, как обычно это там называется. Но идея в том, что потомки должны вести себя как родители. И, соответственно, можно работать с ними через родительский интерфейс. Мы здесь этого, естественно, не хотим, поскольку у нас эти классы никак не связаны между собой. Мы это сделали просто из технических соображений, это наследование. Поэтому оно здесь приватное. здесь я вытаскиваю имя члена нашего родителя на уровень видимости нашего класса. Можно было бы так не делать, можно было бы вот здесь написать вот так. как делать это? Скорее вопрос вкуса. В принципе, наверное, это вот этот юзинг объявления здесь было скорее лишнее. Обычно все-таки так делают, когда хотят в публичный интерфейс вытащить части родителей, которые по-другому в этот публичный интерфейс не попадают. Вот. В принципе, это все с этим примером. Да, у него есть существенные ограничения про фиксированный тип коллекции, с которыми работает merge-интератор. Но, чтобы это побороть, нам сюда нужно добавить сильно больше шаблонов, чего я делать сейчас не очень хочу. У нас будет еще разговор про шаблоны отдельный впереди. Какие у вас есть вопросы? Ну, похоже, что все понятно. Это хорошо. В принципе, сегодня лекция достаточно легковесная, на мой взгляд. Главное, запомните, что при создании итератора вам нужно определять вот эти пять членов типов. Почитайте слайды или cpp-референс, познакомьтесь со всеми категориями итераторов. Самые часто используемые это forward-by-directional и random access. чистые input и чистый output встречаются реже, но сегодня мы видели пример чистого output итератора в примере про сортировку. Input и output итератора не гарантируют повторный проход. То есть с forward-by-iteraer, если вы получаете интервал, заданный двумя forward-by-iteraer, вы можете скопировать первый из них куда-нибудь, потом пройти по этой последовательности один раз, восстановить начало интервала из сохраненного значения, пройти еще раз. Так вот, эта операция гарантирована только для forward и выше итераторов. Для input и output это не гарантировано, что это возможно. Они гарантируют только однократный проход. Подробнее про empty-base optimization вы тоже можете почитать на cpreference. Родители должны быть однозначно доступны, поскольку вы одного и того же родителя можете унаследовать несколькими путями, поскольку у нас в C++ множество наследований без каких-то ограничений. И одного и того же родителя можно унаследовать несколько раз. Плюс там есть еще дополнительные ограничения. Однако в таких простых случаях это работает. Ну что, тогда мы можем на сегодня закончить. У вас будет маленькое домашнее задание по мотивам сортировки. Там вам будет предложено написать утилиту либо сорт с другими ключами, либо похожие утилиты тоже из окружения POSIX. дедлайнами, вот введу задание. Но вам еще не выдал предыдущих маленьких домашних заданий. Я постараюсь выдать на этой неделе про LRO, ну точнее про кэш и аллокаторы. И наверное не имеет смысл одновременно выдавать сразу два маленьких домашних задание, поскольку проверяющие не смогут все проверить разом и чтобы было проще с дедлайнами и прочее лучше, наверное, сместить на неделю. Я надеюсь, что я успею подготовить еще одно маленькое домашнее задание. Вот кроме вот этих двух. И все, что их будет шесть. А потом уже будут большие домашние задания. Они уже тоже начнутся достаточно скоро. То есть я думаю, что через неделю вы сможете приступить к работе над большими домашними заданиями. Вот. Ну, про это мы, наверное, еще поговорим в следующий раз. Ну, а тогда на сегодня предлагаю закончить. Если других вопросов у вас нет. Спасибо за внимание. И до новых встреч. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует...